Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Эрик Ларсен с книгой «На пределе. Неделя без жалости к себе». Эрик Бертран Ларсен, норвежский автор и тренер по личностному, как это ни удивительно, росту. Не спешите закрывать видео со словами «Ай, я опять мотивационный спикер», в этот раз все гораздо сложнее. Он еще и профессиональный военный, который служил парашютистом в норвежском спецназе. Он принимал участие в военных операциях на Балканах, в Афганистане, сотрудничал с британскими силами специального назначения и, видимо, владеет некоторыми знаниями, которые недоступны простым норвежским тренерам по личностному росту. Знаниям, которые заслуживают того, чтобы вы подписались наконец-то уже на этот канал, поставили колокольчик и написали какой-нибудь комментарий про то, доверяете ли вы норвежским мотивационным спикерам с таким вот бэкграундом. «Неделя без жалости к себе». Это адаптированная версия свода правил и некоторых приемов, применяемых военными для того, чтобы в единицу времени выполнять максимальное количество задач и при этом оставаться в сознании и, в общем-то, в режиме дальнейшего полноценного функционирования, бодрствования. Вся книга в двух предложениях. «Собранность» и «Дисциплина». Вот это два столпа, которые помогут вам совершить, с вашей же точки зрения вас сегодняшнего, невозможное. Для этого вам, да, нужно будет выйти из зоны комфорта и, да, нужно будет совершать какой-то ряд дополнительных действий, которые вы в обычной неделе, в обычной своей повседневной жизни не совершаете. Но результат, который вы получите в итоге такой недели, сделает вас счастливым. Давайте попробуем в 10 фактах, 3 задачах и за 600 секунд, или даже чуточку быстрее разобраться в этих 10 фактах из книги на пределе. Ну, во-первых, подготовка. Тщательная подготовка составляет половину успеха. И это правило применимо и к Олимпиаде, и к музыкальному конкурсу, и к спортивным соревнованиям. Невозможно ничего из этого выиграть без регулярных репетиций. Именно поэтому получить максимальный эффект от адской недели можно только, если вы хорошо подготовитесь. Ларсен рекомендует тренироваться за несколько недель до испытания, ни в коем случае не пытаться, прочитав книгу со старта, сразу нырнуть в адскую неделю и всю ее пройти за один раз. Тренировка это по сути та же адская неделя, только с возможностью в любой момент сойти с дистанции, передохнуть, зафиксировать результат, который вам удалось пройти, один день, два дня, три дня, и понять, как его улучшить в следующий подход. Все для того, чтобы в нужный момент четко следовать правилам и пройти все 7 дней. Правила адской недели. Они достаточно простые с точки зрения любого из нас, но достаточно нетривиальны с точки зрения нашей обычной повседневной жизни. Значит, гражданский вариант, мы помним, что он военный, и есть еще адаптированные под военные задачи режим адской недели. Гражданский вариант адской недели Эрика Ларсена выглядит следующим образом. Значит, у вас должен быть абсолютно точный режим дня, подъем в 5 утра, отбой в 10 вечера. У вас должны быть ежедневные занятия спортом не менее часа и дополнительно 2 тренировки в неделю. У вас ежедневно проходит анализ настроения и вашей концентрации. У вас должен быть каждый день качественный отдых, вот тот самый режим, чтобы вы не ложились спать позже 10 часов вечера. правильное питание на эти 7 дней, запрещен просмотр телевизора, социальные сети, нерабочие контакты, вот все то, на что мы тратим очень много времени. Ну и требовательность к вашему внешнему виду, к тому, чтобы вы, в общем-то, держали себя в рамках. Теперь давайте попробуем пройтись по дням. Значит, очевидно, что в неделе в адской будет ровно 7 разных дней. Понедельник, первый день посвящается привычкам. Значит, Эрик предлагает составить список сразу же в понедельник, чтобы определить, от каких привычек вам нужно будет избавиться. И для этого вам нужно сопоставить ваши привычки, которые у вас уже есть, сопоставить их с теми целями, которых вы хотите добиться. Если ваши привычки, которые вы выписали себе, мешают вам двигаться вперед, то автор советует начать избавляться от них с самого первого дня испытания, и в конце недели уже тогда будут заметны первые результаты. Конечно, эта история не про одну адскую неделю, но это именно то, что должно быть начато в рамках недели без жалости к себе и продолжено до полного искоренения привычки, которая, внимание, мешает вам на пути к вашей цели. То есть не всегда вредная привычка, это там очевидно вредная привычка, есть жирная, курить, пить и не заниматься спортом. Возможно, у вас есть какая-то привычка, которая вообще не сопоставима с той целью, которую вы себе ставите на ближайшее время, и именно поэтому она для вас именно будет считаться вредной, и именно поэтому от нее вы должны избавиться уже, начать избавляться уже в понедельник. Во вторник вы должны вспомнить о том, что работа на пределе возможностей, как правило, истощает человека, и поэтому для того, чтобы достичь максимального эффекта без вреда психике и здоровью, вы должны следовать строго установленному правильному режиму. Значит, с одной стороны, вы можете составить мантру из воспоминания лучших событий в вашей жизни, и ее повторять перед тем, как приступать к важному делу. Со временем выработается привычка, что перед началом каждого нового дела вы настраиваетесь на позитивный лад, и, ну, иными словами, получается, что начало любого вашего дела, нового процесса или какой-то задачи, это будет положительное воспоминание, и ответ на вопрос, почему вам нужно выполнять эту задачу. И это важно, потому что правильный настрой на успех, это уже 50% успеха. С другой же стороны, вы начинаете работать четко в режиме, и мы говорили об этом в сути всей книги в двух предложениях, что, в общем-то, два основных столпа, это режим дисциплина, и только они помогут вам пройти эту неделю максимально быстро. Вот во вторник вам же нужно четко понимать, как вы следуете режиму, что зачем делаете, и все процессы начинаете с положительного настроя на успех. Среду посвящаете тайм-менеджменту, и очень многие мотивационные спикеры говорят о том, что очень сложно совмещать семью, карьеру, хобби, здоровье, и при этом иметь хорошее настроение. Ларсон же говорит наоборот, именно так и нужно делать, и поможет, ну, и это вполне реально, и поможет вам в этом рациональное планирование. Значит, Ларсон говорит, ежедневно записывайте задачи на бумаге, определяйте их приоритетность и выполняйте все пункты последовательно. В приоритетные задачи вы вносите все задачи из всех ваших сфер, связанных с карьерой, со здоровьем, с семьей, с хобби и так далее. То есть вы таким образом планируете день и двигаетесь по плану, с одной стороны дисциплинируя себя, а с другой стороны убирая возможности любых непредвиденных ситуаций, которые могут вас выбить из этого графика, и сделать так, что вы там закроете, если бы не было этого плана, ну, закрыли вы утром одну-две задачи, потом совещание, потом отвлеклись на фейсбук, кто-то написал вам в телеге, там, чего-то кому-то ответили в скайпе, и понеслось, и ничего, и половину из того, что вы там себе планировали, не сделали. Поэтому выполнять пункты нужно последовательно, поскольку многозадачность и одновременное выполнение вызывает стресс, а вот многозадачность в рамках четкого последовательного плана позволяет выполнять гораздо больше задач без физического и морального истощения. И, кстати, про физическое истощение, оно начнется в четверг. В этот день вы покидаете зону комфорта, прорабатываете свои страхи. Ночь с четверга на пятницу вы не спите, и надо учесть, что подобное испытание, оно подходит людям без противопоказаний каких-либо по здоровью, потому что в эту бессонную ночь вам нужно выполнить все дела, на которые не хватало времени. Существует такой психологический прием, сейчас мы о нем еще поговорим, в общем, на утро вы почувствуете сильное морально-физическое истощение, ну то есть вы устанете, но удовольствие от выполнения задач, которые вы закрыли за эту ночь, будет гораздо сильнее. Почему так происходит? Вот этот психологический прием, который сформулирован следующим образом, незавершенные дела, они истощают. И в этом как раз сила правила, выделение времени на то, чтобы закончить то, с чем вы давно не могли справиться, и переносили это с недели на неделю. Итогом, несмотря на то, что вы будете физически истощены, будет невероятный прилив сил и мотивации, как бы странно это не выглядело, потому что вот эти все, еще раз повторюсь, незавершенные дела, они тянут очень сильно психологически нас вниз, и плюс не дают ничего новому, то есть поскольку у вас все слоты заполнены в долгосрочной памяти, вы думаете о том, что вам нужно давным-давно уже было поделать какие-то вещи, но вы их до сих пор не сделали, все слоты заняты, и ничего нового в вашу жизнь не приходит. Как только за одну ночь вы разгребаете все то, что так долго не могли сделать по разным причинам, то увидите, что пятница будет удивительной, еще и потому, что вы целую ночь не спали. Вот это важный очень момент, то есть в ночь с четверга на пятницу, в пятницу утром, жизнь не заканчивается. Пятница обычный рабочий день, который следует начать с контрастного душа, по понятным причинам, и там есть очень крутой прием, упражнение с ключами, если у вас большой соблазн заснуть, я сам его пробовал несколько раз, он действительно работает. Значит, суть заключается этого упражнения в том, что вы берете связку ключей в руку, садитесь, можно на стул, можно там на какой-нибудь диван, но важно, чтобы рука свисала и над полом. Если это будет пол с плиткой, или с ламинатом, но без ковра, это идеально. Вы закрываете глаза и расслабляетесь. Как только вы начнете засыпать, ваша рука расслабится, и ключи выпадут с грохотом на пол и приведут вас в состояние бодрствования. Вот этого фрагмента от расслабления до того момента, пока упадут ключи, достаточно для того, что, по мнению Ларсона, опять же таки, достаточно для того, чтобы восстановиться после бессонной ночи. Этот прием можно использовать не только вот в ночь с четверга на пятницу, а в любые моменты, когда вы чувствуете себя уставшими, и вам нужно очень быстро восстановить силы, вспоминайте про прием связка ключей. Именно вот так вы восстанавливаетесь за короткий промежуток времени, возвращаетесь к обычным делам пятничным, и можно повторить это несколько раз, если там в течение дня вы снова будете вырубаться. Если у вас есть соблазн сдаться и лечь спать, есть еще один прием, который позволит вам этого не сделать, это назначение встреч и ответственность перед третьими лицами. То есть давайте какие-то обещания на пятницу, делайте все то, что выведет вас в какую-то публичную плоскость и не даст вам сдаться. Назначайте встречи, обещания, планируйте митинги, созвоны и всякое такое. Ну и суббота, это уже такой начинается лайтовый период. Вы посвящаете, кроме всего прочего, день хорошим воспоминаниям, вспоминайте радостные события, негативные события вспоминаете и старайтесь переформулировать их на позитивный лад, потому что умение трансформировать негатив это залог, во-первых, позитивного настроя, а во-вторых, вашей продуктивности, потому что веселое такое положительное настроение, залог продуктивности, и так вы восстанавливаетесь перед новой неделей, которая может быть будет уже и не без жалости к себе, и не адской, но при этом гораздо более эффективной, чем все те, что были до. И последний день испытаний вы проводите в размышлениях о проделанной работе, это такой медитативный день, сопоставляйте ценности, даже, наверное, не медитативные, а больше про рефлексию, потому что вы тут сопоставляете ценности и цели, насколько вы приблизились к тому списку целей, который был назначен в понедельник, смогли ли там уже как-то поработать со своими привычками, занимайтесь домашними делами, проводите время с семьей и думайте о тех людях, которым вы хотите подражать, это тоже вот очень интересная штука, изучайте их биографию, сейчас очень много разных форматов, там интервью можно посмотреть с человеком, который кажется вам достойным подражания, и, ну, в общем, смотрите, как они строят свой путь, и самое главное, как они преодолевают трудности, которые наверняка у них тоже уже есть. Такая вот быстрая неделя, и на десятым фактом вы закрепляете результаты. Значит, Эрик говорит, чтобы адская неделя не прошла впустую, вам нужно сделать следующих пять основных вещей. Первое, периодически вспоминать положительные моменты и результаты этого испытания, для того, чтобы взращивать в себе желание пройти эту неделю еще раз. Второе, продолжать корректировать вредные привычки, как мы и говорили, это забег в долгую на одной неделе не ограничится. Сопоставляйте списки ваших дел и то, как вы их проходите и дальше, то есть распорядок это то, что должно остаться с вами. Обращайтесь за оценкой изменений к окружающим, начиная от ваших близких, замечают ли они, что вы стали гораздо более собранным, эффективным и там продуктивным, и заканчивая обратной связью от ваших бизнес-партнеров, подчиненных, контрагентов, с кем вы работаете. И практикуйтесь в переключении между режимами. Это самая главная штука для того, чтобы мультизадачность, которой вы все равно никак не сможете избежать, она вас не выгорала, а наоборот делала вас только сильнее. То есть у вас все по режиму, и задачи идут не параллельно, а последовательно. Вот. Ну, в общем-то, Эрик говорит, что такие испытания можно повторять через условный год, полгода, но мне кажется, что можно недели без жалости себе проводить, и, в общем-то, чуточку почаще, раз там в квартал. Может быть, кто-то захочет это делать даже раз в месяц. Такими были бы быстрые 10 фактов из книги Эрика Ларсона на пределе недели без жалости к себе. Три задачи. Три задачи, которые записаны в букнот. Что такое букнот? Это блокнот для осознанного чтения для любителей нонфикшн-литературы. Больше о нем узнать можно по адресу буква.info.com. Я из каждой книги, конечно же, записываю и факты, и задачи для того, чтобы мозг получил максимум полезной информации, и что-то вокруг меня стало чуть-чуть лучше. Значит, первое. Режим дня, подъем, отбой список дел и отслеживание эффективности на протяжении дня обязательно. Второе. Обливание холодной водой по утрам как одна из хороших привычек, которую нужно закрепить в себе, которая очень тяжело мне дается. И третье. Ночь на закрытие задач Иначе повторять периодически. Я вам скажу честно, что я практикую вот эти вещи. Очень хорошо в саму ночь помогает холодная вода. Если вам падает эффективность, или вам хочется уснуть, пейте, ставьте возле себя стакан с холодной водой, он очень помогает в прохождении этого этапа. Но вот пятница после этой ночи, она для меня все еще сложная, и ключи, упражнения с ключами не спасают, и с этим тоже нужно работать и понять, как в общем-то дальше сделать так, чтобы в пятницу потом не спать полдня, и эффективность была на нуле. Таким был проект «Читай быстро» на этой неделе. Таким был Эрик Ларсон, необычный мотивационный спикер с военным прошлым. Буква.инфо. Приходите на сайт, подписывайтесь на канал, обязательно кнопочка под этим видео серенькая или красненькая. Красненькая, а вы сделаете ее серенькой, пожалуйста, и колокольчик можете нажать, и комментарий написать, стоит ли чего-то в адской неделе подправить, усложнить или упростить. Если хотите проверить скорость чтения, буква.инфо.рапид, там можно прочитать текст, ответить на вопрос и получить сертификат с вашей скоростью и осознанностью чтения. Блокнот для осознанного чтения, он же букнот, рабочие тетради, смарт-конспекты, полезные материалы про то, как научить своего ребенка читать быстро и эффективно, очень актуально в сентябре. Это все у нас на блоге, буква.инфо.блог, приходите тоже там, добавляйте в закладки, мы рады будем, если что-то покажется вам полезным. Буква.инфо.инфо.инстаграм, там иногда фотографии, иногда новые книги, иногда фото и видео самого процесса записи. Увидимся через неделю, новый я, новый вы, какая-нибудь новая книга, читайте их, эти самые книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.